Ола, амигос, на связи Матвей, и сегодня в этом видео хочу рассказать вам одну очень интересную историю о том, как меня отшил Литпут. Да, именно тот чел, который тусуется с Ялом, который раньше снимал Майнкрафт, сейчас снимает Фортнайт, в общем, я уверен, все, кто играет в эту игру, по-любому должны его знать. По большей части это разговорное видео, но не путайте его с видео про Эвридея, потому что в этом ролике я не собираюсь никого хейтить, просто на примере конкретной ситуации хочу прояснить несколько вопросов, связанных со мной, с моим каналом, да и в общем с комьюнити Фортнайта. Надеюсь, вы меня поняли, не хочу долго затягивать, поэтому давайте сейчас же и начнем. Короче говоря, предыстория. Дело было в начале августа 2021 года, прошло около двух недель с того момента, как я выпустил видео про Эвридея, кто его еще не смотрел, обязательно посмотрите, и я решаю популяризировать свой канал с помощью совместных видео с разными крупными ютуберами по Фортнайт. Я писал на электронную почту просьбу записать со мной видео абсолютно всем ютуберам по Фортнайт, которых я знал, но ответ получил только о трех. Из них были Игорян, с которым видео я уже записал, Мурча, с которым видео я еще не записал, ну и виновник сегодняшнего торжества Литпут. Но если от двух первых я получил ответ по типу, хм, крутая идея, давай попробуем, от Литпута я получил совершенно другое письмо, которое, если честно, даже меня немного взбесило. Давайте сейчас перейдем к самому письму, чтобы вы все сами наглядно поняли. Абсолютно спокойно, на позитиве я ему пишу, типа, привет, есть топ-идея, я автор единственного и самого крупного канала по мобильному Фортнайту во всем СНГ, ссылочка на канал, рассказываю ему о том, что играю в Фортнайт на телефоне с управлением 6 пальцев, говорю ему, что хочу предложить тебе записать совместное видео, где мы сражаемся один на один, или что-нибудь другое делаем, ну и также немного рассказываю себе, по типу, веду свой канал уже более года, видео снимаю высшего качества, контент можно назвать уникальным, потому что в РУ-сегменте такого еще никто не делает. Ну и, конечно же, благодарность за внимание. Пишу вежливо в официальном деловом стиле, соблюдая все правила грамматики и пунктуации, ведь, как-никак, письмо важной персоне, у которой практически 800 тысяч подписчиков. Ну и, как за правило, если человек согласен, он пишет в ответ, мы с ним уже потом как-нибудь контактируем, а если не согласен, то либо игнорирует сообщение, либо отвечает и прямо говорит, что нет, я с тобой видео снимать не хочу. Но лидпут у нас не такой, он у нас очень важный и не знаю для чего, наверное, для того, чтобы самоутвердиться и показать свою значимость, он мне написал вот такое вот длиннющее сообщение. А теперь по порядку. Привет, Матвей, скажу, что думаю, а дальше сам решай. Идея действительно хорошая, можно что-то придумать, но для того, чтобы записать видео, мне бы хватило. Во-первых, что ты хорошо играешь на мобильном телефоне, второе, что ты адекват. Но, надеюсь, не дайте мне соврать, дорогие зрители, вроде как я под все критерии подхожу. И тут он мне пишет. Первое, что хочу сказать, ты очень заносчивый и завышенным ЧСВ. Твой диалог начинается с того, какой ты крутой и молодец. Автор руссконаправленной тематики Фортнайт, и это круто для старта развития. Видео снимаю высшего качества. Чувак, я свои видео не могу назвать видео высшего качества. Позволь это решать аудитории, которая тебя смотрит, или хотя бы мне самому оценить. Не хочу сейчас пока что ничего говорить, давайте мы сначала прочитаем полностью сообщение, а потом уже после будем его разбирать. А теперь, внимание, самое интересное. Посмотрел твой ролик, двоеточие, и скрин моего видео про главного Дауна Фортнайта, А.К. Эвридея. Далее он пишет. Исходя из чего, можно предположить, что ты весьма завистливый и очень юн. Посмотрев половину ролика, ни разу не нашел ни слова подтверждения, что Эвридей даун. То, что мошенник или обмачивающий человек, которому нельзя верить, пи***л, может быть. Но при этом, это только твои слова, не было подтверждения, не буду углубляться, может доказательства были в другом видео. А далее, внимание, что он пишет. Шлет скрин из конца видео с хэштегом Эвридейдаун и пишет. Плюс разжигание ненависти у аудитории. Мошенник и даун, это немного разные понятия. Загугли. Будь осторожен, когда бросаешься такими словами публично. Да, у меня в свое время от этого очень сильно пригорело. Даже не знаю, с чего начать. Ладно, давайте пройдемся по списку. Первая претензия лидпута, то, что я ЧСВ и очень заношливый человек. Ну, а еще то, что я невежливо начал наш диалог. Претензия вообще ни о чем на уровне 10-летнего хейтера, потому что диалог я начал очень вежливо. Я, если честно, это письмо подготавливал, наверное, минут 10. Никаких признаков ЧСВ в своем письме я не наблюдаю. Пишу все строго по фактам. Я автор единственного и самого крупного канала по Fortnite Mobile во всем СНГ. Это ли неправда, ребят? Не дайте мне соврать. Я единственный, кто в РУ-сегменте на протяжении года снимал и снимаю видео по тематике мобильного Фортнайта. На этом и основывается мой канал и мой контент. Вторая придирка. О том, что я пишу, что веду свой YouTube-канал уже более года. И о том, что я видео снимаю высшего качества. Блин, я не знаю, это каким тупым нужно быть, чтобы не понять эту типичную формальность. Мне же нужно как-то завоевать внимание человека, который получает тысячи, ну это я утрирую, сотни писем в неделю с разными предложениями. Как я еще должен завоевать внимание того, кто читает это письмо? Или мне нужно было проявить самоунижение, сказав о том, что я снимаю полное днище. Наверное, так бы его точно устроило. Ну и дальше я опять же пишу все по фактам, что мой контент можно назвать уникальным. Ведь в РУ-сегменте подобного никто не делает. И это является правдой. Я не понимаю, что он тут такого нашел, с чего он начал придираться. Причины, кроме того, что только самоутвердится за счет меня, я здесь больше не наблюдаю. Спасибо, что хотя бы сделал это лично, а не записал видео на канал. Ну а теперь просто самая раздражительная часть этого письма. Его отношение к моему видеоразоблачению на главного дауна Фортнайта, А.К. Эвридея. Во-первых, с чего я вдруг стал завистливым человеком? Я записал этот ролик совсем не по причине того, что я завидую Эвридею. Мне на него насрать. Я записал это видео для того, чтобы раскрыть правду про то, как он скамит крупных спонсоров, про то, как он скамит своих подписчиков и, конечно же, про его дебильный контент, как он там кликбейтит. В общем, об этом я уже рассказывал в том видео. И то, что он пишет, что мошенник или обманщик, человек, которому нельзя верить, может быть, он является. Да какой, может быть, я в том видео вот просто по фактам разнес Эвридея, в котором показал переписку, где он заскамил рекламодательно на 10 тысяч рублей, показал примеры о том, как он скамит своих подписчиков, как он всех батит на подписку, просмотры, лайки. И тут он пишет, что, может быть, он мошенник и обманщик. Нет, это факт. И Литпут еще осмеливается мне заявлять о том, что моим словам нет подтверждения видео. Чел, ты вообще каким местом думаешь? Ладно, не хочу вам врать, но на самом деле Литпут посмотрел не совсем то видео про Эвридея, на котором сейчас больше 40 тысяч просмотров. Дело в том, что когда я изначально выпустил оригинальное разоблачение на Эвридея, он мне кинул страйк. И после этого этот ролик был вне доступа около двух недель, пока мою апелляцию не одобрили. Это, кстати, означает, что в этом конфликте был прав я. И взамен тому видео я на канал выпустил временное видео, в котором я рассказал о том, что, мол, на меня Эвридея кинул страйк. И если кто хочет посмотреть это разоблачение, смотрите в нашей группе ВК или в моем инстаграме. Кстати, на данный момент этот ролик сейчас уже в доступе, поэтому, кому интересно, можете посмотреть по ссылочке вот здесь. Но все равно утверждать то, что моим словам нет подтверждения, это очень глупо, ведь я в том ролике ясно сказал, что если вы хотите посмотреть оригинал видео, переходите в ВК-группу или в мой инстаграм. И тут он говорит, что, блин, Матвей, как бы твоим словам нет подтверждения. Чушь полная. А насчет хэштега и разжигания ненависти у аудитории, ребята, я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Этим хэштегом я не хотел лично оскорбить Эвридея. Этим хэштегом я, во-первых, хотел обозначить для себя, какое количество людей реально будут меня поддерживать, во-вторых, хотел как-нибудь популяризировать эту проблему, потому что то, что творит Эвридей, это реально беспредел, и о таком молчать нельзя. Плюс какие вопросы могут быть к ненависти к человеку, который ее заслужил. Или мы должны любить и уважать того человека, который обманывает свою аудиторию и делает откровенное дерьмо и скамит крупных рекламодателей на большие деньги. Ну и, конечно же, вишенка на торте самоутверждения за счет канала с меньшей аудиторией Литпута является вот эта вот фраза «Будь осторожен, когда бросаешься такими словами публично». Типа «Ой, ты, наверное, такой опытный ютубер, что вот будешь меня учить, как вести канал». Слушай, не тебе, пустоголовому человеку, учить, как мне вести свой ютуб-канал. Я далеко не ребенок, и я прекрасно понимаю, что я делаю на ютубе, и ради чего я снимаю видео. За ролик про Эвридей мне ни капли не стыдно, и я до сих пор горжусь своими словами. Если вы мне не верите, этому есть подтверждение. Во-первых, сам ролик очень жестко залетел, там более 40 тысяч просмотров, и до сих пор по тысяче просмотров каждый день добавляется. Если вам этого недостаточно, там очень большое количество лайков по соотношению к дизлайкам, ну а также огромное количество комментариев. И в комментариях очень много людей, которые меня поддерживают, потому что на самом деле ситуация максимально простая. Я был прав изначально, не знаю вообще, кто вступается за Эвридей, кроме его фанатов. Ну а если ты даже после этого мне не веришь, и также считаешь, что я попросту разжигаю ненависть и создаю конфликты, у меня также есть очень большая поддержка от других крупных ютуберов по Фортнайт. Из них это Ленурти, Блэк, Тейнос, Неспид, Хидден, другие менее крупные авторы контента по Фортнайт, ну и самое главное, конечно же, у Пола. Более того, у Пола сам кинул мне заявку в друзья ВКонтакте, мы с ним еще немного лично побеседовали на тему этого видео, но, в общем, суть вам ясна. Ну а тут Лидпут такой крутой, решил поставить меня на место и застыдить за это видео, заявляя, что все, что я говорю, это бред, и Эвридей на самом деле хороший человек. Зря я говорю, что он даун, и зря я развязываю простые конфликты. Думаю, после моих слов все вам станет ясно, на самом деле я не понимаю, зачем Лидпут так ответил, потому что он абсолютно не разобравший ситуацию, начал на меня гнать, стыдить за что-то, чему-то учить. Я не понимаю такого действия на самом деле, лучше бы он просто не ответил на мое письмо. Тут всего два варианта, либо Лидпут просто ЧСВ решил самоутвердиться за счет меня, либо Лидпут кореш Эвридей, и за то, что я оскорбил его друга, решил вот так вот на меня наехать. Не, Лидпут, прости, конечно, если Эвридей ты реально твой кореш, то тогда у меня ноль претензий, я прекрасно понимаю, почему ты написал такое письмо, я не обижаюсь. Ну, а если ты реально ЧСВ решил за счет меня самоутвердиться, тогда пошел на... Ну, а на этом у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр, и если вы считаете, что в этой ситуации прав я, обязательно ставьте лайк под это видео, ну, а также пишите в комментариях хэштег Лидпут неправ. Ну, а если вы наоборот считаете, что неправ я, то тогда ставьте дизлайк, и пишите в комментариях, чего вы так вдруг решили. Понимаю, ситуация произошла достаточно давно, но я не сдержался, я не могу умолчать, эта ситуация очень сильно меня взбесила, и я решил вот так вот ответить. Мы по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok